Это правда про Арика? Они сказали... Да, он убил Хеммлора. Кто же теперь будет нас обучать? Есть ты. Ты можешь обучать людей. Я всего лишь рекрут. Но ордену всё равно кто-то понадобится. Очень важно, чтобы обучение не прекращалось. Маги никогда не позволят мне занять это место. Может, я тебе помогу? Кто теперь будет готовить рекрутов? Есть предложение. Уильям. Он умеет управлять людьми и верит в идею. Он сам рекрут. Едва ли мы можем позволить рекруту быть наставником. Тогда повысьте его. Сделайте его воином ордена. Хмм. Он заслужил твоё доверие. Очень хорошо. Он будет отвечать за подготовку. Тогда и посмотрим. Я говорил с Витусом. Он согласен, чтобы ты обучал рекрутов. Кто? Я? Правда? Ты же меня обучал. Надо больше верить в себя. Точно. Хорошо. Ну, спасибо тебе. Я у тебя в долгу. Ладно. Что ж, мне лучше приняться за работу. Полагаю, иногда обучение идёт на пользу. Приятно видеть, как рекрут становится воином. Мне нужно больше информации про этих покойников. Покажи мне на карте, где именно расположены эти башни. Так, дай-ка сориентироваться. Одна неподалёку отсюда, к северу. А ещё две на западном побережье. Думаю, одна ещё может быть на южном берегу. И ещё одна на восточном. Я их отмечу на твоей карте, в общем. Надеюсь, это поможет. Да, спасибо. Посмотрим. Я поговорил с Уильямом. Уильям? Мой мальчик? Ну, как он? Он учится в монастыре. С ним всё в порядке. Я видел твоего младшего сына Леона. Правда? Так он жив? Да. Он живёт в хижине, к северу от города. Это наполняет моё сердце радостью. Спасибо за то, что принёс эти вести. Надеюсь, что он остерегается диких зверей. Лес очень опасен. А он всегда был самым слабеньким. Теперь ты знаешь, что сталось со всеми твоими сыновьями. Да. Без твоей помощи я бы так и осталась в неведении. Ты хороший человек, пришедший в плохие времена. Удачи тебе. А можно как-нибудь побыстрее сюда попасть? Вот. Возьми этот магический камень. Он сможет вернуть тебя назад. У Карл я отобрал вот такой мешок с инструментами. Эй, приятель, именно то, что я и искал. Мне надо, скажем, пятнадцать таких. Пятнадцать? Знаешь, сколько Карл мне пришлось уложить, чтобы заполучить его. Карлы не моя забота. Мне просто нужен металл. Попробуй чем-нибудь помочь. Но это займет время. До тех пор, пока я получаю металл, время не проблема. Десять сумок с инструментами. С тебя хватит? Мне нужно пятнадцать. Ладно, пятнадцать. Если бы это было легко, я бы сделал это сам. Сложное я могу сделать до обеда. Невозможное отнимет немного больше времени. Так, Пэти, пора нам поговорить на чистоту. Что там такое в письме твоего отца? Если я тебе что-то рассказываю, значит, я тебе доверяю. И поверь мне, меня лучше не предавать. Дело вот в чем. Когда я сказала, что отец на острове, я имела в виду, что он был на острове. Значит, он уже не здесь? Нет, не думаю. Но я уверена, что он здесь что-то оставил. И любой мерзавец на острове готов убить свою мамочку, чтобы это получить. Что оставил твой отец? Скажу тебе, когда найдем следующую зацепку. Что ты сейчас планируешь делать? Судя по найденному тобой документу, у моего отца был другой тайник. Подальше, вглубь острова. Если верить оставленные им подсказки, этот тайник в могиле. И его нужно найти. Я пойду с тобой. Сам решай. Я покажу дорогу. Просто скажи, когда будешь готов. Постарайся не отставать. Я не хочу тебя ждать. Я займусь. Как-то легко. Ты зачем это сделал? Отлично. Отлично сработано. Отлично. 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 Я займусь, Синий. Вот и все дела. 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 Следуй за мной. Берегись. 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 Так, дай глянуть. Там что-то есть. Вот оно! Следующая подсказка. Да хранят в боге тебя и твою лопату. Что там сказано? Ты всегда такой шустрый? Или ты на Романова работаешь? У меня нет никаких дел с Романовым. Неужели? Оказывается, отец спрятал на этом острове большую часть награбленного за долгие годы золота. Оставленные им подсказки должны нас к нему привезти, если мы их найдем. Пират закопал свое сокровище. Но кто бы мог подумать? Не особенно оригинально, но эффективно. Пока что никто его не нашел, правда? Нет. Но Романов догадался, что твой отец это сделал. Да, и будь я проклятой, если позволю ему добраться до добычи. У моего отца бы припадок случился, если бы он знал, что добро попадет в лапы к Романову. Ты что-нибудь слышала о кристальных дисках? Это артефакт какой-нибудь? Да, из развалин. Первый раз слышу. А что они делают? Твой отец везде на острове побывал. Как думаешь, мог он их найти и спрятать вместе с сокровищем? Вполне вероятно. Если бы он нашел что-нибудь блестящее, то забрал бы с собой. Тебе придется помочь мне, чтобы это выяснить, да? Может быть. Как думаешь, что на уме у Романова? Он знает о сокровище. Он знает, что я его ищу. И одно я могу сказать наверняка. Он высунет из норы свою мерзкую голову, как только поймет, что мы близки к цели. Это несомненно. Если твоего отца здесь нет, то где же он тогда? Я его уже давно не видела. Может, плавает в каких-нибудь дальних морях. Или заперт где-нибудь в тюрьме. Или с девками в каком-нибудь хлеву развлекается. Он говорит, что я его единственный ребенок. Но при том, сколько женщин он соблазнил, нас должна быть целая армия. Я смотрю, он заботливый отец. Ну, по мне, то пусть он хоть потонет. Но сокровище должно быть моим. Он это знает. Я думаю, он специально оставил для меня подсказки. Ну, и как я могу помочь? В найденной тобой шкатулке есть подсказка. Но я не понимаю, что она значит. Тут говорится про пять безымянных могил на острове. Но сокровища он бы в них не спрятал. Это было бы слишком очевидно. Думай, думай. Отец всегда любил оставлять ловушки вокруг спрятанных сокровищ. Так что в могилах должна быть какая-то подсказка про ловушки. Может быть, про то, как их обезвредить. Тогда надо бы поискать эти могилы. Я не люблю неприятные сюрпризы. Ты этим и займись. А я попробую понять, где спрятано само сокровище. Ага. Значит, я опять занимаюсь грязной работой, а ты сидишь на попе ровно. Ты же хочешь мне помочь? Хочешь ты мне помочь или нет? Или ты только на болтовню и способен? Не думаю, что ты хотела бы, чтобы я ушёл. Что ты говоришь? Признай. Мы с тобой сроднились. Ага. И дело совсем не в том, что я просто тебя использую. Ладно. Я поищу эти безымянные могилы. Я отмечу на карте, где они находятся. И будь осторожен. Помни, не только мы ищем это сокровище. Постараюсь не отсвечивать. Ага. У тебя с этим проблемы с того самого дня, как ты на этом острове оказался. Девушки отдыхают. Ты Василий. Один из людей Романова. Да, чёрт побери. Ты меня не видел, ладно? Но я же тебя видел. Романов с меня шкуру сдерёт, если узнает, что ты меня видел. Сделай одолжение нам обоим. Веди себя тихо. Чем ты тут занимаешься? Слежу за тобой. А ты мне мешаешь. Это ещё что за глупости? Он хочет, чтобы ты помог Петти, и чтобы тебя при этом не убили. И поэтому ты преследуешь меня? Ты ищешь большое сокровище. С чего это ты взял? Каждый, кто слышал о сокровищах стальной бороды, знает, что Петти ищет их. А тебя часто видят вместе с Петти. Я видел, как эта девка шаталась по старому кладбищу на западном склоне. А ты бегаешь через весь остров с лопатой. Ну, любому дураку ясно, что вы затеваете. Мне не помешает твоя помощь. Моя? Что я могу сделать для тебя? Мне надо попасть на западное побережье. Ты поможешь мне добраться туда. Если придётся. Но когда ты закончишь свои поиски, я уйду. Идём со мной. Я сделаю это. Сегодня ты меня не сожрёшь. Ты можешь бежать. Ты можешь убежать? Идём. Сегодня ты меня не сожрёшь. Гори в аду! Надеюсь, весь твой рот вымрет. Силы мои. Больше нет с этими чудовищами. Сегодня ты меня не сожрёшь. Ты получишь то, что хочешь. Надеюсь, весь твой рот вымрет. Гори в аду! Силы мои. Больше нет с этими чудовищами. Надеюсь, весь твой рот вымрет. Сегодня ты меня не сожрёшь. Надеюсь, весь твой рот вымрет. Силы мои. Больше нет с этими чудовищами. Сегодня ты меня не сожрёшь. Надеюсь, весь твой рот вымрет. Гори в аду! Силы мои不好. Силы мои. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Продолжение следует... 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 Так вот, зачем Инквизитор пришел сюда. Он считает, что за этими воротами находится разгадка появления храмов и бурь. Мы не нашли никакой разгадки. В таком случае, очевидно, за вратами нас ждет кошмар. На тот случай, если эти чудовища убьют тебя и твоего Инквизитора. Ты знаешь, где искать эти кристальные диски? У меня есть один предмет. Судя по описанию, это то, что ты ищешь. Забирай свои диски. Отнеси их своему Инквизитору. Я доверяю тебе и оказываю тебе честь. Надеюсь, ты будешь вести себя соответственно. Всего один? Инквизитору нужно несколько штук. Мы начали разгобки в развалинах храма к востоку, недалеко от монастыря. Ими занимается мой человек по имени Финчер. Там большой храм, которым никто пока не занимался. Может быть, один из дисков будет там. Поговори с Финчером. Он покажет тебе, где этот храм. Почему ты считаешь, что диск должен быть в восточном храме? А у тебя есть другие предложения? Обыскивать большой храм куда логичнее, чем слепо бродить по лесам. Ты не согласен? Субтитры создавал DimaTorzok Здесь что-то есть. в чем-то есть. Все. Продолжение следует... 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 Он тебя ждет на западном берегу. Пошли со мной. Ладно, я пойду за тобой. Хорошо. И не отставай. Ждать тебя я не стану. Пойдем уже. Точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, прошу. Здесь я тебя оставляю. Ага. Нечего тебе ошиваться вокруг. Романов ждет к северо-западу в самом конце западного побережья. Следуй этой тропой через развалины, ты его найдешь. Если с ней что-то случилось, я тебя найду. Я всего лишь посыльный. Хочешь изображать крутого? Попробуй на Романове. Но только если ты готов к тому, что вы с этой девицей, в итоге где-нибудь всплывете с перерезанными глотками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а, сухопутная крыса. Поболтать пришел? Привет, Романов. Самый момент тебе попробовать убить меня из-за подсказок о сокровище стальной бороды. Поверь мне, если бы я мог, так бы и сделал. А что тебе мешает? То, что лишь вы с Петти знаете, как избежать ловушек стальной бороды. Эта маленькая стерва уже отказалась сотрудничать. Посмотрим, окажешься ли ты умнее. Что ты сделал с Петти? Она в безопасности. Где? В месте, где она может внезапно перестать быть в безопасности. Все зависит от того, как поступишь ты. Каких таких ловушек? Хватит дурака валять. Я уже потерял одного из своих людей в попытке добраться до сокровища. Так что теперь мои люди туда не пойдут. А раз с нами есть ты, им и не придется, верно? Чего ты от меня хочешь? Ну, у тебя есть выбор. Или ты идешь в пещеру и приносишь мне то, что нужно. Или ты никогда больше не увидишь Петти. Покончим с этим. Доставай оружие. Жаль, жаль. Я думал, ты умнее. Ладно, будь по-твоему. Придется мне тогда еще раз на Петти поднажать. Я тебя убью. Я тебя убью. Субтитры сделал DimaTorzok О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Как ты смог до меня добраться? Пришлось убедить Романова отпустить тебя. Это было нелегко. А что насчет морской карты? Она у тебя? Какая карта? Ты радуйся, что у тебя голова на плечах осталась. Я радуюсь, радуюсь. Поверь. Только без карты все усилия впустую. И еще раз. Лучше начать сначала. Получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Мне удалось заграбастать карту Стальной Бороды. Правда? Ты хоть представляешь, насколько эта карта ценная? Но поскольку это пиратская карта, то тут явно не лужайки для пикника обозначены. Точно. Отец отмечал тут все острова и страны, которые он посетил за долгие годы странствий. Каждым из этих мест он спрятал золото. Карта могла попасть в руки кому угодно. Спасибо, что ты принес ее мне. Ты приличный парень. В отличие от большинства остальных. А что с остатками сокровищ Стальной Бороды? Я забираю карту. Ты забираешь золото. Договорились? Думаю, я переживу. Можешь также забирать старый дом отца. Он находится рядом с борделем. Видимо, отцу так было удобнее. Спасибо. Хотя я не уверен, что он мне пригодится. Ну, так или иначе, он твой. Вдруг ты решишь остаться на острове? И что ты теперь будешь делать? Я пойду назад в город. С этими бурями с острова не выбраться. Так что мы тут оба застряли. Ну, что поделаешь? Похоже на то. Заглядывай в таверну, если захочешь. Всегда приятно поговорить с кем-нибудь, кроме пьяных рыбаков. Может, и зайду. Береги себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова